Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и посмотрите, кто появился на продаже. Да-да, Бадгер! Просто чумовая ПТ-шка 10 уровня. Мечтам практически любого ПТ-вода. Почему? Сейчас будем разбираться. Если вы хотите увидеть абсолютно честный обзор на данную машину, переходите по ссылочке, которая будет в описании к данному видео, либо всплывет вот здесь вот сверху в течение данного видоса. Есть два варианта приобретения Бадгера. Первый вариант это за голду. 20 тысяч золота за комплект. В принципе, по большому счету, вы получаете себе великолепную ПТ-ху с обвесом, с великолепным КАМО, который разрабатывался специально для нее. Абсолютно вам ненужный аватар, который всех уже, наверное, подзадолбал с вот этими выпученными глазами. Есть Х5 в количестве 25 штук, которые на Бадгере действительно некисло помогут вам прокачать элитный опыт экипажа. И есть открытое все оборудование, что позволит вам по грубым подсчетам сэкономить порядка 4 миллионов серебра. Короче говоря, набор вполне себе годный. Все то же самое вы сможете приобрести себе за реальные деньги. Единственное, что если будете брать за реальные бабки, то получите еще 6825 киткоинов. Это единственная разница между данными наборами. Честно говоря, если бы не мое нищебродство, я бы с удовольствием заимел себе Бадгера на основной аккаунт и купил бы его за реальные деньги, для того, чтобы еще и киткоины получить, потому что на регрессора мне там не хватает совсем големы. Ну да ладно, бог с ним, будем ждать, когда появится возможность приобрести себе данную машину. Ну а сейчас давайте кратненько посмотрим технические характеристики по орудию, а все остальное, ребят, будем заценивать непосредственно в самом бою. Как я уже сказал, абсолютно честные обзоры на машину есть, поэтому останавливаться прям совсем плотно на ТТХ мы не будем. Обалденный угол склонения орудия вниз, минус 10, как для ПТшки играется просто кайфово. Что касается среднего урона, целых 460 единиц, которые вылетают, ребят, немножечко, немножечко больше, чем за 7 секунд. Это действительно крайне комфортное орудие, которое имеет 3800 ДПМа. Время сведения и разброс заценим с вами в бою, но поверьте, играется крайне-крайне приятно и, я бы сказал, очень-очень комфортно. Вот такой вот он по ТТХ Бадгер, спереди он довольно неплохо забронирован. Да, у него есть серая зона вот здесь в нижнем бронелисте, а так, в целом, отыгрывать от лба просто-таки сам боженька велел. Ну что, поехали, попытаемся заценить машинку. Ну что, ребят, поехали. Давайте попытаемся заценить Бадгера в первой попавшейся катке. И, как я уже сказал, если бы я имел финансовую возможность, я бы обязательно приобрел себе комплект за реальные деньги, для того, чтобы получить киткоины, открыть регрессором, да, и плюс получить себе вполне себе приятную ПТХу 10 уровня. Я люблю играть на ПТшках, мне действительно это доставляет удовольствие. И, наверное, мое отношение к данной машине, оно в большинстве своем и обосновано желанием играть на хороших, качественных машинах, именно ПТ. Что касается Бадгера, ну просто чума и мечта ПТ-вода однозначно, потому что перезаряжается машина очень быстро. Что касается времени сведения, все очень классно. Что касается точности, все просто супер. Что касается среднего урона за выстрел, все в пределах очень-очень приятной и хорошей нормы. Что касается брони, просто имба, как вы видите, короче говоря, машина практически идеальная. Да, ее разбирают в корму и в борта, но, ребят, не становитесь бортом, не становитесь кормой, да и в целом по жизни кормой желательно не становиться. И тогда будет вам счастье, тогда вы будете получать массу удовольствия от игры, и у вас все в боях будет хорошо, а ваша результативность будет, ну не то чтобы заоблачной, но приближенной к этому. Многие надо мной смеются и говорят по поводу того, что у тебя есть пресс-аккаунт, на котором целых там 3 или 4 миллиона золота, ты можешь позволить себе все что угодно, у тебя есть все машины. Но, ребят, не путайте праведное с грешным. Дело в том, что пресс-аккаунт это что-то временное, а мой основной аккаунт для меня это что-то постоянное. Это все равно, что мне бы предоставили какой-нибудь великолепный частный дом на 3 или 4 этажа, да с бассейном, да со всеми удобствами, да с бильярдной. И при этом всем у меня есть свой частный дом, в котором я живу, и это моя реальность. Так вот, ребят, то, что где-то в каком-то частном доме, который мне дали на попользоваться, есть что-то, чего нет у себя в доме, не значит, что себе в дом этого не надо. Именно с такой политикой я подхожу к своему основному аккаунту, выбираю туда максимально качественные машины, и именно по максимальному качеству машин я и рекомендую вам брать или не брать себе что-либо. Вот сейчас не совсем понимаю, что с моим Бадгером происходит, я реально отдаю уже с полным сведением третий выстрел, по-моему, мне игра немножко подкрутила, но согласитесь, глупо, потому что до этого я делал 4 или 5 удачных выстрелов, все было классно и шло прям в центр. Ну, а сейчас несколько выстрелов пошли в горизонт, я не совсем понимаю, с чем это связано. Явно какая-то все-таки где-то подкруточка есть, но в основном, ребят, на Бадгере играть просто одно удовольствие. Если бы меня спросили топ-машин на 10 уровне, которые я хотел бы получить себе в ангар, потому что знаю, что эти машины действительно могут фанить и радовать, Бадгер однозначно вошел бы в пятерку лидеров. Я имею в виду по всем классам техники. Ну, а что же касается моего отношения к данной машине именно как к ПТ на своем уровне, то данная машина, я бы сказал, идеальна. Да, мне очень нравится объектик, который недавно, сравнительно недавно появился в игре, и его только один раз выставляли, но все же, ребят, Бадгер это просто чума, которая должна быть в вашем ангаре, если вы повернуты на ПТшках. Абсолютно не напрягаясь, абсолютно ничего не делая уникального, просто зная, как отыгрывать на данной машине, я абсолютно без каких-либо дополнительных усилий, без пота на лбу и на спине, без трясущихся рук, разговаривая с вами и получая массу удовольствия от игрового процесса, сейчас накидал 3700 единиц урона. Я сделал 3 фрага, я был максимально полезен своей команде, и обратите внимание, при всех моих результатах, я получаю знак классности второй степени, не первой, а второй, это говорит о том, что Бадгер потенциально может еще больше. Что касается фарма, ребят, 10 уровень, а уж тем более коллекционные машины, это не про фарм абсолютно, это про фан, про удовольствие от игры, и про то, с какой улыбкой или с ее отсутствием ты выходишь из боя. Так вот, на Бадгере, ребят, вы реально будете улыбаться, когда будут заканчиваться бои, даже если вы проиграете, потому что проиграет в случае Бадгера, не конкретно Бадгер, а проиграет команда. Дело в том, что Бадгер каждый бой делает все необходимое для того, чтобы была победа. А вот если ваши союзники будут играть не очень, то никакой Бадгер им не поможет. Вот так вот, ребят, первое место в команде по урону, с весельем, с радостью, и с абсолютно чистой совестью я могу рекомендовать данную машину к приобретению за 20 тысяч золота, либо за реальные деньги, если вам нужны киткоины. Я, к сожалению, на данный момент Бадгера себе позволить не могу. Ну а вам, ребят, если вы за честность, рекомендую подписываться на канал прямо сейчас и приходить вечером на прямую трансляцию. На этой прямой трансляции среди зрителей мы разыграем с вами особый пропуск на следующий месяц. Хотите особый пропуск, обязательно приходите на стримчик, и давайте там еще пообщаемся и покатаем в том числе, возможно, и Бадгера. Посмотрим, как время пойдет. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.